Всем привет! В кадре у нас печка-щепочница. Это печка с наддувом. Посмотрим, как она работает. Сравним с чем-то другим имеющимся у меня в хозяйстве. Проведем небольшие тесты. То есть здесь снизу имеется вот тут поддув воздуха. Она складывается, достаточно компактная конструкция. Ну, есть как минусы, так и плюсы у подобной системы. То есть в нее, например, нельзя закладывать дрова. То есть, чтобы я сейчас подкинул новые щепки, мне нужно снять чайник, чтобы это все туда запихнуть. Есть в комплекте здесь еще подобный рассекатель. Сейчас я вам покажу. То есть есть вот такая вот штучка, да? Мы ее, оп, ставим. Вот. И это получается как конфорка, пламя со всех сторон. И вот дальше продолжаем кипятить чайник. Сейчас покажу, как это все собирается и растапливается. Печка в сложенном виде выглядит вот так. Поставляется в матерчатом мешочке, который еще и имеет некую толщину. То есть он не просто это мешок, как, допустим, вот такой вот, а еще и с неким буфером, чтобы ничего не повредить, что у вас в рюкзаке этой печкой. В саму печку бы разумно еще запихивать полиэтиленовый мешок перед убиранием вот сюда, чтобы ничего сажа не пачкалось. Итак, комплектация раз, два, железная ситечка Трис и вот такая вот конструкция 4. Соответственно, вот здесь вот пустое пространство, вот оно идет, и выходит оно вот сюда. То есть между стенками. Это ставится внутрь. Просто туда запихивается. Раз. До низу. Дальше вот такая вот фиговинка есть. Раз. Открываем здесь ножки. Устанавливаем. И вот такой растекатель. Оп. Только его сейчас мы ставить не будем, потому что надо разжечь. Находим более-менее устойчивое место. Вот здесь вот нормально. Я его расчистил немножко от мха, мох отснял. Вот отодвинул вот сюда. Потом положу на место. Сейчас сыро, не пожароопасный сезон. Все будет окей. О, гриб нашел. В общем, я нашел вот такие вот веточки. Вот ели нижние. Просто их пообломал. И нашел еще вот такой вот... Можно еще грибочек взять. Хорошо бы березовой коры, но у меня ее нет. Поэтому я беру просто зажигалку, снимаю вот эту фигню и снизу поджигаю. И так разжжено. Без всяких там березовой коры и всего остального. В принципе, я думаю, уже можно чайник ставить. Ну, что я говорить в пустую. Так, продолжаем видео. Немножко отвлеклись. То есть, видим уже тут какую-то такую тягу, наблюдаем. Ну, в общем, работает потихоньку. Я вчера обычными щепками топил. Это же типа печь щепочница. Посмотреть ночью и подснять, как это выглядит ночью. Как это пламя хреначит ночью. Потому что сейчас днем особо это непонятно. Вот поэтому сейчас какие-то кадры выведу на экран. Как она работает с рассекателем, без рассекателя ночью. Отмечу, что в отличие от печки с дверцей, здесь не так удобно подкидывать. И здесь невозможно... Это я чагу засыпал в чайник. Здесь невозможно добавлять длинные дрова. То есть, есть некоторые печки с дверцей. Сейчас, может, я ее в углу экрана помещу. Куда вы запихиваете дрова, и как бы все получается. То есть, запихнули дрова, они торчат из нее. Вот здесь же другой немножко принцип. Здесь все надо подкидывать сверху. Может, это кого-то будет раздражать. Такая вот печечка. Сейчас хочу показать, как она приезжает, ее параметры, характеристики, вес. И как на ней стоит разная посуда. То есть, это какая-то печка для приготовления чего-то. Так, она открывается сбоку. Точнее, это не она открывается, она просто так разрывается. Смотрим, здесь все в пленках. Здесь все тоже в пакетиках. Ну, как видите, это все блестящее и красивое на данный момент. Значит, вот в обычной коробке. То есть, это ноу-бренд штука. У печки проблемы нету, если ставить что-то на железку. То есть, например, вот такой вот котелочек. Вот он стоит на железке. Все великолепно. Котелочек ВДВ, которым я так и ни разу и не пользовался. Все стоит на этой железке. Пламя его облизывает с двух сторон. Все отлично. Например, вот такая вот кружка. Тоже она ставится на эту железку. Пламя ее облизывает. Ну и все нормально. Например, вот такой вот подкотельничек. То же самое. Встает в распор вот сюда. И держится. Ну и, понятное дело, все другие подкотельники, котелки. Это все встает на чудо-железку. Ну, если мы снимем ее и попробуем вот так вот расположить, то, в принципе, подкотельник тоже встает. Ну и не падает. Например, вот такой вот подкотельничек. Такой вот подкотельничек тоже жестко встает. Именно вот в эти места упирается, в эти зубчики. И зубчики ему не дают легко съехать. Но все-таки не очень надежно получается. Не слишком надежно. Давайте кружку посмотрим. Кружка тоже, я бы не сказал, что надежно стоит. Легко упадет. То есть нужно вот с этим рассекателем именно использовать. Вот так. Такая вот горелка, конечно, она устойчивая, но тоже не для мелких кружек. Видите, тут места нет. То есть для мелкого не подходят такие три ножки. Для такого подходит. Чайник, естественно, стоит отлично. Стоит отлично на этих ножках. В большинстве случаев я вообще готовлю не на костре, на какой-то подобной посуде. Я готовлю на горелках. То есть с помощью всякой хитрой посуды. Там вот есть с радиатором, допустим, чайники. В хозяйстве всякие котелки. Есть ультралайт наборы. Вот тут у нас еще набор. Это тяжелый баллон, тяжелая горелка, тяжелый специфичный чайник. То есть это все весит больше, чем вот такой вот чайничек и печка-щепочница. Вот этот набор весит больше. Но, допустим, вот такой вот набор весит меньше. Так, давайте смотреть. Этот набор сколько весит? Весит он 392 грамма. 393 с чехлом и со всем комплектом. Такой вот баллон, 450 грамм. И газовую горелку. Вот так вот мы это все возьмем. 932 грамма. Но это тяжелый, тяжелый набор. Как пример, вот такой вот баллончик маленький, плюс горелка. Ну, весит, если баллон заполнен, 230 грамм вот это вот весит. Но газ склонен к тому, что он заканчивается. Плюс газ не так колоритно, не так интересно, как костер. Если удобно без запар, красиво все сделать, то на горелке вообще замечательно. Если вам нравится времяпрепровождение у костра, то, конечно, лучше готовить на костре. И меньше с собой надо всего нести, что немаловажно. И вы не зависите от газа. Печка по окончании работы тлеет еще достаточно долго. И на ней можно греть чайник. Вот она так спокойно стоит, спокойно коптит. Сейчас я ночью покажу, как это выглядит реально ночью, эти кадры. И вот она может спокойно дальше подогревать чайник. При необходимости все это берется, снимается и подкидывается. Ну вот, например, здесь высота-то не очень большая, так сказать, погрузочная. Поэтому тут вот я закинул, да, и чайник сейчас я, допустим, не поставлю. Мне не так удобно это делать. То есть я его могу бачком поставить на эту палку, он может свалиться и так далее. То есть, значит, эта палка не подходит. А будь тут сбоку, я уже, наверное, 10 раз за видео это скажу, будь тут сбоку подаватель, то она бы просто торчала из него и работала бы дальше. Не могу отметить, что у данной печки есть какая-то особая охренительная тяга, потому что вот в данном случае сыроватенькие дрова, ну и плохо вообще все горит, поэтому тяги нету. Как-то раздувать ее не очень получается, например. Вот. Еще существуют печки складные. То есть минус этой печи, то, что хоть она и складная, но она занимает как бы вот кружок места, да. Но есть печи складные, то есть из плоских листов, ну четырехугольные. Их можно сложить и убрать куда-то в рюкзак. Они места практически не занимают, убрать их в чехол. Ну и может быть в процессе тестов доберусь и до таких четырехугольных печек. Особенность этой печки состоит в том, что топки объем небольшой. Конечно, можно взять какие-то вот такие вот стволики, попилить их пилой, допустим, швейцарским карманом ножа. Но у меня его сейчас с собой нет, у меня обычный только нож. И сюда запихивать, они тогда будут гореть дольше. Но если топится каким-то мелкой щепой, то она прогорает быстро и в итоге нельзя отвлекаться. То есть ты отвлекся, допустим, на три минуты, тут уже все горит не так весело, как поначалу. То есть это не газ. Нельзя каким-то другим делом заниматься и параллельно вот этим. Ну, конечно, можно, но надо помнить о том, что у тебя печка и что в нее надо подкидывать дровишки. В печке достаточно долго еще остаются красные угольки и они вот подогревают чайник. Например, для чая из чаги это как раз и отлично, чтобы она еще постояла, так потомилась немного. Или можно в термосе заваривать этот чай. То есть чага в термос, заливается кипятком, настаивается часик и можно пить. Ну, тут даже лучше получается. То есть вот эта часть, она вся серебристая остается, не пачкается. То есть внешняя часть пачкается в саже только вот эта вот вся внутрянка. Вот эти вот ножки они сейчас все в саже. Поэтому при сборке это все лучше какую-то тряпку иметь, обтирать. Как вот чайник этот, допустим, тоже необходимо обтирать. И вот так вот она может стоять еще минут 10, теплиться. То есть можно и через 10 минут прийти, подкинуть свежих щепок, оно снова заработает, ну, через некоторое время. Не сразу, потому что тут не турбированная тяга. Чайник после всего этого протираем влажный мох, вытрясаем остатки чаги. Все, подождем чуть-чуть и можно убирать в чехол. Такое вот дно здесь у чайника. Ну, это специальный чайник именно для костра. У меня такой отдельный от всех остальных. Когда оно прогорело, вот сейчас уже минут 10 прошло с того момента, как оно перестало гореть, только подымливало. Это все снимается. Вот здесь вот я угольки перемешал, чтобы они догорели. И сейчас через 5 минут это все. Здесь я поворошил уже угольки, чтобы они провалились туда. Ну, не провалились, так сказать, тут мы на камне. Поворошил так, чтобы они быстрее прогорели. Вот они сейчас догорят. Вот мы посмотрим, что там снизу оказалось. После этого сейчас попью чайок. Так, все, через 5 минут оно уже холодное. Совершенно прогорело. Здесь какой-то пепел. Все. Это, наверное, можно даже не доставать. Так убирать. А вот это уже грязненькое. Это я сейчас протру вот так вот тряпочкой. Вот так вот. И, в принципе, можно убирать. Все это убрано. Чехол хочу похвалить. Хорошие китайцы сделали чехол. Достаточного размера. Чуть растягивающийся. Такой. Супер. В общем, вот такая вот конструкция. В принципе, не идеальная. Ну вот, как пример, я решил протестировать данную печку, чтобы было потом с чем сравнивать. Ну, конструкция, естественно, не идеальна. И многие, я слышал, пользуются печами с турбонаддувом, потому что печи с наддувом, они работают более интересно. То есть, любыми дровами, сырыми, не так сильно дымят, как вот, например, эта печь. Лучше все сгорает. И это, в принципе, все, чем я хотел поделиться. Ссылочки и дополнительная информация в описании. Все. Всем пока. Увидимся на канале. Такая вот печечка.